Здравствуйте, мои дорогие! И опять я в такой мирной, скажем так, умиротворяющей обстановке. Хочу опять болтологическое видео сделать по, опять-таки, запросу. Запрос был, девушка, значит, сейчас восстанавливает одна моя подписчица ногти после наращивания. Я хочу рассказать, как у меня вообще проходил процесс наращивания, чем я пользовалась, чем я наращивала и вообще моя реакция на все это. Значит, у меня было два вида, вернее, один вид наращивания это акрилом у меня были ногти, просто вот эти длиннющие акриловые жуткие ногти. Ну, на тот момент мне казалось, что они красивые, но сейчас я поняла, что акрилом это для моих-то толстых ногтей, это ужасно губительно, а для тонких это вообще, наверное, не знаю, это вообще кошмар. Значит, акрилом я наращивала, потом я делала покрытие френч, не спиливая ноготь, просто покрытие. На свадьбу я делала биогелем и делала я шелаком. Ну, шелак это почти как гель, поэтому я отнесла тоже к этому видео, решила рассказать это в этом видео про шелак. Так, больше ничем я не наращивала и не покрывала. С акрилом у меня дружба, скажем так, вы извините, что я куда-то в сторону смотрю, это я просто все время вспоминаю. Вы же знаете, наверное, что психологически, если смотрит человек вверх, в основном левый угол, ну, я почему-то сейчас смотрю в правый, ну, вообще, если человек смотрит вверх, значит, он что-то вспоминает. Вот, с акрилом, значит, у меня была такая история, я наращивала, наверное, раз 4-5. Где-то я полгода наращивала его, то есть там раз в 3-4 месяца делается коррекция, но я их снимала или делала коррекцию так, чтобы мне сделали нового цвета ногти. В основном я делала френч. Мне, сразу скажу, мне не понравилось, на тот момент, в принципе, меня все устраивало, но ногти были толстые, длинные слишком, и мне они совершенно загубили ногти. Я их делала, вот, не снимая постоянно-постоянно, я делала вот в течение полугода. Когда я их окончательно решила снять, там же спиливается ногтевая пластина, чтобы нанести, господи, акрил, и мне, когда все это дружно спилили, весь акрил спилили, у меня от ногтя осталась какая-то тоненькая розовая пленочка. Это было настолько ужасно, я просто смотрю на ногти, и у меня видно, чуть ли там не мясо вот это видно. Ну, мясо, на котором растет ноготь. Это было ужасно. Мне, естественно, покрыли это все, обработали, покрыли лаком. И, ну, и просто там оставили небольшой, ну, кончик отросшего ногтя оставили чуть-чуть. Что благополучно, у меня все эти кончики сломались буквально там за одну поездку до дома, потому что я делала в другом конце города. То есть пока я доставала кошелек, пока я бралась там, я еще туда на машине не ездила, пока я за поручни перила и прочее, у меня все это переломалось абсолютно. Отслоились ногти. Это был какой-то ужас. Поэтому, я не знаю, это лично у меня такая реакция была. Может быть, потому что я в течение полугода постоянно вот их, скажем так, наращивала. Я бы не советовала к акрилу притрагиваться, наверное, девушкам, у которых, в принципе, хорошие ногти, толстые. Ну, даже если они толстые, тонкие, но длина у них нормальная, и они свою длину могут отрастить, лучше наложите биогель или шелак, чтобы более щадящее. Потому что акрил это вообще убийственная вещь, лично для меня. Далее. Вот такой вот опыт с акрилом у меня был. Просто я потом, как я их, как сказать, возвращала в жизнь. В принципе, никак. На тот момент я не пользовалась никакими-то укрепляющими средствами, ничего. Они у меня просто сами отросли до той нормальной толщины, которая у меня существует. Не помню уже, это было давно, за какое время они у меня отросли, но они это сделали, и слава богу. Но поначалу это было совершенно ужасно. Но сейчас, я думаю, если бы у меня такая ситуация была, я бы, думаю, что пользовалась бы какими-нибудь укрепляющими средствами, потому что ноготь просто как вот бумажка стал. И какими-то укрепляющими, защищающими, покрытиями какими-то, кремами какими-нибудь. То есть просто потому, что настолько сильное воздействие от акрила на ноготь идет, что его испиливают и настолько его мучают. И главное увлажнять вот именно вот эту зону. Вот ноготь, да, и кутикула идет, и ноготь у нас же вообще отсюда растет. Я как бы, в принципе, об этом догадывалась и видела всякие картинки для обучения вот наращиванию ногтей и видела, как ноготь растет. Но я никогда не видела вживую это. К сожалению, увидела я это после того, как у меня просто слез вот этот ноготь. Вернее, он у меня не слез, он у меня никак не мог слезть. Мне пришлось его самостоятельно отстричь, потому что я его отбила дверью машины. У меня как-то рука осталась в машине. Я хлопнула дверью, у меня просто по этому ногтю ударила дверь. Было очень много крови, я упала в обморок, было безумно больно. И у меня он посинел, опух этот палец, это был какой-то кошмар. И у меня он просто начал вот ноготь, вот как в рекламе сейчас какого-то противогрибкового средства, вот этот грибок открывает ноготь. Вот именно так у меня было. Это был какой-то ужас. Он у меня открылся, вот этот ноготь, вот так, но отрываться у меня не отрывался. Мне пришлось его отстричь. И тогда, когда у меня отошла кутикула, я увидела, что ноготь от середины практически пальца растет. Ну, не от вот последней фаланги вот этой. Вот, поэтому, чтобы хорошие ногти были, нужно укреплять вот это место. Кремами какими-нибудь, маслами обязательно пропитывать. Вот, потому что ноготь растет оттуда. Так что берегите ногти, берегите руки, потому что это безумно больно. Если вот у кого-то из вас слезал ноготь, вы, наверное, знаете, это отвратительно, это ужасно, это больно. Поэтому ручки бережем. Так, дальше. Дело покрытием биогелем. Нельзя сказать, что мне супер как понравилось. Эффект, конечно, красивый. Держится долго. Не слезает пластами, ничего. Просто он отрастает, ну и как бы вместе с ногтем отрастает, тут остается так пустой ногт. Не очень красиво. Ну, три недели я относила этот биогель френч у меня был. Все было прекрасно, ничего с ним не произошло. Но, когда мне снимали его, ну вот, кто делал шелак или биогель, он снимается, жидкость туда делается и в фольгу. И сидишь просто с этими офольгированными пальчиками, чтобы там распарился, распарилось это вещество, вот этот биогель или шелак опять-таки. И чтобы потом его можно снять было, соскоблить. Вот, я не знаю, то ли это вещество, то ли сочетание вещества этого с биогелем растворяющимся. У меня ногти, у меня ногти очень хорошие. Ту-ту-тфу, они твердые, толстые, то есть они не слоятся, ничего с ними не происходит. Мне вот одарила природа хорошими ногтями. Но даже мои хорошие ногти, они свернули в трубочку. Это было, как, я не знаю, у какой-то средневековой ведьмы, какие-то свернутые непонятного цвета ногти в трубочку. И где-то у меня они разворачивались, наверное, месяц. То есть, представляете, я сняла этот биогель, и у меня они потом тупо в трубочку вот так вот были свернуты. То есть, загнутые вот эти концы, я квадратной формы ногти ношу, и они у меня были тупо загнуты внутрь. Это был какой-то кошмар. Месяц они где-то у меня разворачивались. Я, опять-таки, ничем особо не пользовалась. Ну вот, если бы к тому моменту я уже, скажем, таким знатоком этих всех дел была, я бы, конечно, вот, ну, как я сказала, при использовании, после снятия акрила, я бы, конечно, использовала какие-то укрепляющие средства, еще прочее. Вот. И развернулись они у меня где-то через месяц, очухались они у меня через месяц, и поняла, что я биогелем больше никогда не положу на ногти биогель. Хотя выглядит, конечно, шикарно, держится шикарно, стойкость, цвет не теряет, даже френч. Ну, может быть, чуть-чуть он пожелтел как-то, ну, совсем какую-то долю, потому что я была на солнце, на Кипре мы были, там солнце полило жестко, нещадно, естественно, все, что угодно может произойти. Так что вот такой вот у меня опыт с биогелем был. И дальше, вот, недавно я решила сделать френч шелак. Вообще, я влюбилась в шелак. Конечно, я не делаю его каждый день, там, да, я все-таки, я люблю сама, со своими ноготочками ковыряться и делать маникюр. Но вот на какие-то теперь празднества, на какие-то такие вот торжества, которые, ну, нужны красивые, ухоженные руки, я сделаю шелак. Именно шелак, не какой-то, либо, наверное, аналог шелака, сейчас же много разных вот этих вещей. Как бы мне понравился он, я даже не хочу пробовать другие, потому что, мало ли, опять будет какая-то не такая реакция. Мне он очень понравился, стойкость. Единственное, под конец третьей недели, выглядит он, также френч выглядел, как френч биогеля. Вообще, идентично под копирку. Не, вот, если что-то, как бы, поцарапаться, грязь какая-то, ну, как отверткой какой-нибудь, он не оставит следов, там не останется, нормально все. Потому что он такой, железобетонный, хороший. И, единственное, под конец третьей недели он у меня начал слезать вот от кутикулы таким небольшими пластами. Ну, это буквально под конец третьей недели уже он у меня и отрос, его пора было снимать. Конечно, у него там срок годности, грубо говоря, две недели он держится. Вот, как бы, хорошо. Две недели он у меня продержался, да. Так что, вот, шелак мне понравился. И снимали мне, опять же, с этой фольгой, опять же, с этой лампой все это делали. Все так же, как биогель, кажется. Но ногти у меня не завернулись, ничего с ним не произошло, они остались такими же толстыми, такими же не слоящимися, здоровыми, ну, как были до нанесения шелака. Видимо, вот он самый такой щадящий из таких самых, скажем, красивых, дающих результат средств. Поэтому, ну, вот, я сказала, какими средствами бы я пользовалась. Конкретно марки я не знаю, но мне кажется, что хорошие, вспомогательные при восстановлении ногтей средства от Орли. Потому что от Орли у меня есть кутикула-ремовер, и это самая адекватная вещь для меня, потому что перепробовано удалителей кутикулы совершенно нереальное количество, он самый адекватный. И лаки Орли хорошие, и, в принципе, я делаю вывод, что думаю, что и какие-то восстанавливающие, крепляющие средства от этой марки тоже хорошие, так что вот присмотритесь. С Али Хэнсон я бы не советовала, хотя вот тоже бросается в ум, скажем так, при восстановлении, она тоже такая ногтевая хорошая марка, но я бы не знаю, мне кажется, там не очень хорошие средства, потому что у меня были и средства для укрепления ногтей, и какое-то там алмазное покрытие, меня они не впечатлили, ничего особенного они мне не дали. Да, у меня хорошие ногти, но на тот момент это было очень давно, мне подарили их вот эти средства, у меня тогда не очень хорошие ногти были, и они мне ничего не сделали, поэтому я бы не рекомендовала. К Орли присмотритесь. А вообще, вот если хотите какое-то такое щадящее, и в то же время хорошо выглядящее покрытие такое, если не лак, то вот шелак, не знаю, другие не пробовала, но я бы остановилась на шелаке. Вообще, в данный момент ухаживаю за ногтями, я достаточно маленьким арсеналом, скажем, уходовых средств, но для базового покрытия я использую вот такой вот от Ева Мозаик Сила Алмазов для сухих, тонких и слабых ногтей. Я хотела просто какую-то укрепитель, в принципе, хотя у меня хорошие ногти, но все равно для такого, скажем, морального успокоения. В принципе, неплохая штука, не слоится с ним ногти, и вообще мне нравятся вот у Евы вот эти все укрепители. Помимо Орли, вот, наверное, еще можно присмотреться к Еве. И защита маникюра, ну, это уже не уход, конечно, ногтей, но это как фиксация маникюра. Я использую вот этот тоже от Евы, защита маникюра, защитное покрытие для маникюра. Такой с розовенькой крышечкой Ева Мозаик. Касательно ногтей, я постоянно в лаке, я не могу находиться без лака, наверное, это ужасно, но я не могу без лака. У меня уже неприятные ощущения на ногтях возникают, и мне не нравится это ощущение, поэтому постоянно у меня на ногтях лак. Не очень, конечно, хорошо, но, увы, по-другому мне уже неприятно. Для удаления кутикулы я использую вот этот Орли. Это The Best, это номер один, вообще без комментариев, суперсредство. И для увлажнения кутикулы, увлажнения рук я использую вот эту Селли Хэнсен. Несмотря на то, что мне все, в принципе, остальные вещи у них не очень нравятся, ну, за исключением лаков. Лаки у них красивые, ну, не супер, как держатся, конечно, но красивые цвета, ну, и держатся, ну, дней пять, ну, нормально это, то есть, ладно. Из вот таких уходовых средств мне не очень у них нравятся продукты, но вот эти, с жужуба, по-моему, а нет, с маслом ши, укрепляющий питательный крем для рук, ногтей и кутикулы в мини-упаковке, так, с керамидами, насыщает кожу рук питательным компонентом и поддерживает идеальный уровень увлажнения. Формула работает с кожей, даже после того, как вы несколько раз помыли руки. Ну, вот это с маслом жужуба, фу, опять, с маслом ши, очень хороший, вот именно в такой маленькой упаковочке, больше в других объемах он не продается, именно вот в этом маленьком, у меня даже он отстричен, чтобы выскрипсти остатки можно было. Вот такой вот, он супер увлажняет мою сухую кутикулу. Кутикула у меня действительно, да, она у меня сухая, но он, это вот единственный крем, единственный, из множества миллионов перепробованных, который увлажняет, поэтому вот такой бы я советую увлажнить. А так вот, как я вообще ухаживаю, как я, не ухаживаю, а как я делаю маникюр, и средства для маникюра, и педикюра, у меня есть отдельное видео, я тоже сделаю, видеоответ скину внизу. Собственно, вот так вот, мое увлажнение, и уход за ногтями происходит. Собственно, вот, рассказала свою историю с ногтями, надеюсь, удовлетворила запрос, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, всем пока-пока.